В Туркестанский городской отдел полиции с заявлением обратился гражданин Узбекистана, который рассказал, что неизвестные лица поздно вечером его ограбили, забрав личные вещи. В заявлении он пояснил, что трое или четверо парней в спортивной форме, угрожая ножом, забрали его в верхнюю одежду и сотовый телефон, после чего скрылись в неизвестном направлении. По горячим следам в течение недели полицейским удалось задержать одного из нападавших, который сразу признался в совершении преступления. Мы хотели сходить к друзьям, я не знаю, почему мы так сделали. Не хотели никого грабить, все получилось как-то спонтанно. Увидели его и ограбили. Сейчас полицейские ищут остальных членов группы. Задержанный заключен в изолятор временного содержания. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по 279 статье Уголовного кодекса. Сотрудники этого же ОВД раскрыли серию краш, совершенную двумя молодыми людьми в Туркестане. Они подъезжали на автомашине, похищали из намеченных квартир ценные вещи, грузили в автомобили и скрывались с места происшествия. Когда мы грабили последнюю квартиру, в одном из шкафов нашли ключи от машины, которая стояла во дворе. Мы туда погрузили телевизор и некоторые другие вещи. На обратной дороге закончился бензин и нас задержали. Один из задержанных не достиг еще совершеннолетия, но уже имел криминальный послужной список. Как мы выяснили в ходе следствия, он уже успел совершить три кражи, в том числе угнать автомобиль. Сейчас проверяем его на причастность к другим преступлениям. По этим фактам возбуждены уголовные дела по статьям 175 и 178 Уголовного кодекса. Задержанный заключен в изоляторе временного содержания. Сотрудники Кентауского управления внутренних дел задержали жителя Кентау по подозрению в незаконном хранении оружия. У него полицейские обнаружили два охотничьих ружья. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в наше поле зрения попал мужчина. В белом полиэтиленовом пакете он нес две охотничьи винтовки марки ИШ. На наш вопрос, где он их приобрел, задержанный пояснил, что нашел их в одном из микрорайонов Кентау на обочине дороги. Сейчас мы проверяем подлинность его показаний и принимаем решение, будет ли в дальнейшем возбуждаться уголовное дело.